Мухтар Кабулыч Мы сегодня собрались в студии. Я хотел бы задать несколько вопросов по последним событиям, которые произошли в Казахстане. Буквально в очень таком спешном, быстром порядке парламент Казахстана принял законы о лидере нации. Сенат одобрил. И в этот момент президент уходит в краткосрочный отпуск. Как Вы думаете, почему сейчас, почему отпуск? Что Вы вообще думаете по поводу этой ситуации? Я думаю, что сам по себе отпуск напрямую не связан с данным законопроектом. В принципе, президент в любой момент мог взять отпуск, краткосрочный, поехать отдохнуть. Мухтар Кабулыч Я тоже думаю, что отпуск никакого отношения не имеет к принятию закона. Потому что, собственно, сама скорость продвижения закона в парламенте просто говорит о том, что это было подготовленное действие. И поэтому мы просто ждем финала, когда сам президент его подпишет. И отпуск здесь ни при чем. То есть Вы считаете, что закон будет подписан? Да, я в этом вот ждем. Ну, Вы знаете, в любом случае, если закон президент и подпишет, или если его не подпишет, он в любом случае будет иметь на руках козыри. Если он его не подписывает, то он обществу говорит, смотрите, какой я честный, порядочный, у меня очень твердые моральные и нравственные устои. Я не могу позволить такому бездарному закону быть принятым. И как бы отклоняет, налагает света на данный законопроект, его не подписывает. Второй сценарий, если президент вдруг подписывает его, он тоже не остается в накладе. Фактически он получает себе стопроцентную гарантию неприкосновенности и при должности президента республики, а также после его отставки, или если он завтра решит сложить свои полномочия. В интернете есть очень разные версии. Некоторые говорят, что это прямо подготовка к тому, что он собирается покинуть свой пост. Некоторые говорят, что, наоборот, последняя стадия перед тем, как уже полностью, так сказать, стать султаном земли казахской. Как Вы думаете, что будет дальше? Какие версии, на Ваш взгляд, более вероятны? Я хотел бы напомнить, что закон о первом президенте был принят в 2000 году, и тогда тоже были разговоры о том, что президент собирается кому-то передавать власть. И этого не произошло и не произойдет сейчас. В 2000 году как раз были приняты законы, которые, скажем так, президенту давали возможность уйти от уголовной ответственности, кроме случаев, когда он может быть обвинен в государственной измене. Через 10 лет принимается закон, который усиливает, скажем, возможности текущего президента или, даже если он не президент, в будущем, а именно закрепляет неприкосновенность его имущества, скажем, дается иммунитет не только самому президенту, но и членам его семьи. То есть этот закон просто является логичным продолжением предыдущего закона, который был принят в 2000 году, и я абсолютно уверен, что не стоит ожидать, что последуют какие-то передачи, скажем, будущие передачи власти, там ничего этого не будет. Это просто логика усиления власти одного человека и, собственно, его защита в будущем. Поэтому такого рода законы, на мой взгляд, это большая ошибка, когда такого рода законы подписываются и принимаются. Ну, в частности, я скажу, что получается, что глава государства опасается, что он совершал преступление или, возможно, совершит в будущем, когда он уйдет с этого поста. Спрашивается, если он убежден, что этого не будет, он, как глава государства, является гарантом Конституции, и именно он первый должен соблюдать и требовать выполнения закона от всех граждан страны. И если человек, который сам является гарантом всего этого процесса, просит себе защиты, то получается, что он эти уже преступления совершил или может совершить в будущем и хочет получить иммунитет. То есть, мне кажется, это, по сути, сродни признания своей вины в самых разных преступлениях и попытка получить защиту, иммунитет. Но очевидно, что если власть будет меняться, то все эти законы, практика последних лет, последние 10 лет показывает, там мгновенно все законы отменяются новым парламентом, новым руководителем. Поэтому никакой гарантии неприкосновенности не будет, если президент реальности совершит те или иные действия, которые могут быть квалифицированы как преступные. Поэтому я, честно говоря, считаю, что все эти действия, они просто бессмысленны. Я бы хотел добавить то, что даже если предположить, что пусть такой закон принят, да, мгновенность абсолютно прав в том, что неважно, какие бывают законы, хорошие, плохие, привлекательные или, наоборот, непривлекательные, важно то, какая существует в стране система. Работают ли в этой системе законы или не работают законы. Если система поставлена таким образом, что одни законы могут работать, а другие могут законы не работать, или, скажем, законы действуют для определенной части категории населения, а для другой категории населения, как правило, элиты, они, допустим, не действуют, то, естественно, завтра при смене политического режима, при смене руководства страны то же самое будет продолжаться. То есть и этот закон в итоге скажут, вот здесь он пусть работает, а здесь он пусть не работает. Не даром же народопоговорка говорит, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Поэтому я думаю, что прежде чем принимать такой закон в отношении себя, Назарбаев должен был сначала построить такую политическую систему, где гарантировалось бы выполнение всех законов, исполнение всех законов. Тогда бы, да, это реально было бы его гарантией иммунитета и неприкосновенности. А поскольку нету работающей системы исполнения законов, то и этот закон заведомо, априори, он будет не исполняться после того, как Назарбаев уйдет с власти. Если вот система, которая сейчас поставлена, она как бы нас не устраивает и не дает гарантии никому, даже вплоть до того, что президенту, какую систему, какую политическую систему нужно создать в Казахстане? То есть, что должно быть в Казахстане такого, чтобы любой гражданин, начиная от обычного гражданина и президента, чувствовали себя уверены в этой стране, на Ваш взгляд? Ну, в первую очередь, конечно, должна быть полностью пересмотрена выборная система. То есть, я считаю, что корень всех бед или основа всех бед – это то, что у нас абсолютно искаженная выборная система. Понимаете, в любой стране фальсификация выборов – это есть попытка совершения государственного переворота. В Казахстане фальсификация выборов происходит с пошли рядом. Я, например, это считаю как попытка государственного переворота, потому что человек, реально получивший мандат от народа на власть, фактически он ее не получает, забирают так называемые самозванцы путем фальсификации итогов выборов. Это первое. Второе, я считаю, что вторым самым мощным фундаментом построения государственности, правового государства, демократического государства – это судебная система. Пока суды не будут прислушаться к законам, а будут прислушаться только к телефонным звонкам высшего руководства, естественно, законы работать не будут, потому что суды, законы должны быть защищены судебной системой, а институты демократии должны быть защищены выборной системой. Вот эти два самых главных момента, с которых нужно начинать политическую реформу в Казахстане. Вот сейчас Киргизия пытается построить парламентскую республику, да? На ваш взгляд, какая система должна быть в Казахстане? То есть мы тоже в каком-то историческом моменте пойдем по парламентскому пути или по президентскому пути? Какая структура, схема власти должна быть? Продолжение следует...